Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Ушел человек, который при жизни стал легендой, который был олицетворением Одессы, хотя в последние годы лишь время от времени приезжал в родной город. На 87-м году жизни скончался Михаил Михайлович Жванецкий. Писатель-сатирик, над рассказами и миниатюрами которого смеялись, задумывались и грустили. Несколько поколений был неразрывно связан с Одессой. И не только потому, что он здесь родился и жил. Его в рассказах Одессы и Одесситы предстают такими, какими их знают и представляют себе люди, живущие в разных городах и странах. Каждый его приезд в родной город был событием. При жизни Михаила Жванецкому установили памятник во дворике Литмузея. Его именем назвали бульвар. Даже его код и знаменитый портфель также воплотились в арт-объектах. С ухода Михаила Жванецкого уходит эпоха. Эти слова сегодня произносят миллионы людей, живущих в разных странах. Уход Михаила Жванецкого – это потеря для всех, кто ценил его творчество, для всех одесситов, в каком бы уголке мира они ни жили. Не стало Михаила Жванецкого. В это сложно поверить. Ведь есть люди-символы, которые, кажется, были и будут всегда. Которых мы знаем с детства. Взрослеем, впитывая их в мудрость. Люди эпохи, оставившие после себя бессмертное творческое наследие. И Михаил Жванецкий, безусловно, один из них. Его имя с золотыми буквами на веки вписано в историю Одессы. И увековечено в названии бульвара в самом сердце нашего города. По которому он все-таки успел прогуляться. Глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого. А также всем одесситам во всех уголках земного шара. Одесса скорбит. Вечная память нашей легенде. В связи со смертью выдающегося одессита, прославившего Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя и сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено Днем Траура. Соответствующее распоряжение подписал одесский городской голова Геннадий Труханов. В память о Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами. В Киевской больнице умерла 9-летняя девочка из Одесской области, которая после отравления грибами впала в кому. Она и ее мама употребляли грибы, собранные в Савранском районе. Мать девочки также проходит лечение. Медики говорят о массовых отравлениях грибами нынешней осенью. Если в минувшем году за период октября и начало ноября в Одесской области было зафиксировано всего 12 случаев отравления грибами, то в нынешнем уже 47. Употребление дикорастущих грибов опасно для здоровья, напоминают специалисты. Грибы лучше покупать в магазине и не дикорастущие, а выращенные на фермах. И тогда можно не только получить удовольствие от вкусного блюда, но и сохранить здоровье. Число случаев коронавируса как в стране, так и в Одесской области неуклонно растет. За минувшие сутки в Украине 9721 новый случай. В нашем регионе выявлено 535 заболевших. 302 из них – жители Одессы. Из 205 пациентов в городской инфекционной больнице 97 находятся в тяжелом состоянии. Также 93 взрослых проходят лечение в других городских больницах. И 16 детей в детской городской больнице номер 3. За последние сутки от ковида по результатам ПЦР обследование выздоровели 36 жителей Одессы. Верховная рада Украины одобрила закон, согласно которому штрафовать граждан за нарушение карантинных норм могут в транспорте, общественных местах, магазинах и других заведениях, где необходимо находиться в маске. Штраф за отсутствие маски в места, где необходимо ее надевать – от 170 до 255 гривен. Причем оштрафовать могут прямо на месте. Но только в том случае, если у лица уполномоченного взымать штрафы, например, у полицейского, имеется терминал, наличными брать деньги не имеют права. В принятом документе есть рекомендации, например, введение так называемого «времени» для пожилых людей. Например, установление в магазинах и учреждениях определенных часов для обслуживания граждан старше 60 лет. Но это не значит, что в другое время их не станут обслуживать, говорится в документе. Число зафиксированных в Одессе и области случаев коронавируса уже приближается к 28 тысячам человек. С початка эпидемии в области лабораторно подтверждено уже 27 330 выпадков. Интенсивный показник захворенности склад 1 153,5. Тобто на каждые 100 тысяч населения уже хвореем майже 1115 людей. При этом на 22% снизился уровень заболеваемости среди детей, что связывает с введением дистанционного обучения и уменьшением социальных контактов, отмечает Виталий Гончаров. Дещо снизилось интенсивное увеличение захворенности среди школ для рифов. Станов на 5 листопада 2020 року на COVID-19 хворей 66 учеников и 230 учеников и учеников. Всего с початка навчального сезона захворило 222 ученика и 450 учеников и учеников. Всего три простых правила могут помочь значительно снизить риски заболевания коронавирусом, напоминает главный санитарный врач региона. В то же время не стоит забывать, что никуда не делись и другие опасные инфекции, хотя уровень заболеваемости снижается. Анализируя санитарно-экадемическую ситуацию в области, хочу отметить, что уровень заболевания на гостри кишковые инфекции за последний неделю, в сравнении с предыдущим неделю, снизился на 9,7%. Зареєстровано было 56 случаев против 62. Вирусные гепатиты и повето-крапельные инфекции регистрировались с парадичными случаев або совсем не регистрировались. С палахов и групповых заболеваний не зареєстровано. Случаев массового заболевания какими-то формами вирусных инфекций, кроме коронавируса, пока не зафиксировано. Число красных зон в Украине вновь увеличилось. Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с понедельника, 9 ноября, 13 областных центров страны окажутся в красной зоне. Одесса по-прежнему остается в оранжевой зоне. А вот число населенных пунктов региона, которые на карантинной карте стали красными, увеличилось. Среди них и Черноморск. Таким образом, в Одесской области к красным зонам отнесены города Измаил и Черноморск. Арциский, Балтский, Березовский, Лиманский, Аведиопольский, Подольский, Савранский и Саратский районы. В Одессе появляется все больше мест, где могут проводить свободное время люди разного возраста. Мамы с детьми и целые семьи. В скором времени такой уголок появится на Молдаванке. Там началась реконструкция Алексеевского сквера. Алексеевский сквер некогда был воротами Одессы. Купола расположенного здесь храма – первое, что видели гости города. Это история нашего города. Один из первых храмов нашего города – Одесса товарная, а раньше сюда приходили пассажирские поезда. И вот здесь как раз люди пребывали в Одессу, гости нашего города. То есть это место достаточно историческое. Но по прошествию времени Молдаванка, район, сквер приобрел достаточно нехорошую репутацию. Возрождение сквера началось с восстановления Свято-Алексеевского храма. Этот сквер, который мы сейчас видим, это церковная территория. Храм восстановлен в том числе в свое время благодаря и Геннадию Лениновичу, который тогда не был мэром, был депутатом городского совета, но тогда принимал самое что ни на есть активное участие в восстановлении этого храма. Территорию вокруг храма также начали приводить в порядок. За последнее время мы убрали отсюда торговые точки, которые были здесь, так называемые наливайки. И наша задача – сделать этот сквер для детей, для людей, сделать хорошим, красивым, благоустроенным общественным пространством, городским пространством, в котором бы безопасно отдыхали жители Молдаванки. Дети прекрасной Молдаванки. В районе сквера проведут реконструкцию трамвайных путей, металлическое ограждение отремонтируют, сохранив при этом аутентичные элементы. И создадут здесь все условия для отдыха, как взрослых, так и детей, подчеркнул городской голова. Будут установлены детские площадки, вы видите, идет вмещение плитки, подведено водоснабжение, будет установлен 49 опор освещения. То есть, фактически это будет такое светлое пятно. Наличие рядом храма сделает это место, я думаю, что таким достаточно культурным центром Молдаванки, где можно будет приходить и безопасно проводить время. Этот сквер является и духовным центром микрорайона. Это место – побыть наедине с собой, помолиться, посмотреть в свое сердце. И все то, что делается сейчас, это будет этому способствовать. На территории Алексеевского сквера планируют построить пять детских игровых и две спортивные площадки. И отдых здесь станет комфортным и безопасным, уверен Геннадий Труханов. Я считаю, что среда формирует. Как только здесь появится чистота, порядок и освещение, те, кто любит темноту и грязь, уйдут отсюда. А сюда придут культурные, красивые жители Молдаванки, которые будут отдыхать. Закончить работы по реконструкции Алексеевского сквера планируют к апрелю 2021 года. Когда мы говорим «центр города», у одесситов сразу же возникает ассоциация с Дерибасовской, оперным театром, Приморским бульваром. Однако, как выяснилось, географический центр Одессы находится совсем в другом районе. Видимо, вопрос, где же находится центр, возникает у многих людей в разных странах. Ведь в ноябре существует даже особая дата – день поиска центра города. Искала его и наша съемочная группа и нашла, причем, как ни странно, не один. Во многих городах Украины географический центр является одновременно историческим и культурным. Одесса – уникальный город даже в этом. Как выяснилось, географический центр Одессы не имеет конкретной точки координат, а условно находится в районе Живаховой горы, в микрорайоне, который до сих пор называют поселок Большевик, по названию уже давно не работающего завода. Географический центр – это довольно условное название, это как бы некая точка, равноудаленная от всех границ. То есть, ну, какой практически в этом смысл. Я могу, напротив, это был район, где находились загородные хутора. Ну, всем известный, конечно, хутор Живахова. И, в общем, там не было каких-то солидных строений. Он был, скорее, курортным и рекреационным, поскольку он примыкал к одному из... То есть, он находился в межлимании, в принципе. Когда-то это было место, где одесситы могли отдыхать вдали от городского шума. Здесь находилось несколько хуторов, люди занимались земледелием. Со временем здесь стала развиваться промышленность. И это дало толчок к появлению заводов. Самым известным из них считался пробково-линолеумный завод Викандер и Ларсон, который позднее переименовали в Большевик. Отсюда и пошло название поселка. Это место, где началась одесская курортология. Вот в этом смысле его можно считать, наверное, очень важным и значимым центром курортологии и здравоохранения. Вот в этом смысле он абсолютный лидер и центры. Там впервые начались вот такие вот... Даже эксперименты с исследованием лиманских грязей еще в 830-е годы. Большевик расположен у подножия Живаховой горы, на которой когда-то находились поселения греческих племен. Почему там удобно было устраивать поселения? Потому что естественные преграды. То есть прежде всего, когда формировались эти античные поселения, учитывался принцип безопасности прежде всего. Получается, что с одной стороны огорожено одним лиманом, с другой стороны другим лиманом. И если какая-то должна была быть оборонительная линия, она была только с одной стороны. Ну то есть в силу естественных причин. Живахова гора также известна наличием катакомб, которые образовались вследствие добычи известняка. Известняк добывали там, где обнажается слой известняка, потому что он же местами уходит вниз и он просто не открыт. Он уходит под уровень моря. Там, где обнажается известняк, естественно, там его можно добывать. Несмотря на то, что район Живаховой горы имеет довольно интересную историю, все же культурным, историческим и архитектурным центром Одессы является Дерибасовская, Ришельевская и Приморский бульвар и прилегающие улицы. Название этой улицы наверняка знают люди в разных странах мира, даже те, кто никогда не бывал в Одессе. Первое название этой улицы – гимназка, а здесь находился и дом Дерибаса. Дом самого Дерибаса, который, когда он уехал, он передал в казенное ведомство. Ришельев учредил там гимназию коммерческую, и поэтому, естественно, она была как каре, выходила на три улицы, поэтому и называли гимнасткой. Причем гимнасткой называли не только Дерибасовскую, что интересно, но и Лонжероновскую тоже. Дерибасовская всегда считалась главным культурным центром из-за удобного места расположения. Она имела выходы к другим важным улицам, рассказывает Олег Губарь. Почему Дерибасовская? Потому что она как бы впитала в себя основная река, в которую втекали вот эти важные улицы, но не самые важные. И Ришельевская, и Екатерининская, и, естественно, Преображенская, и Александровский проспект, который был главной торговой магистралью, порт, практическая гавань, старый базар. Считается, что первый этап застройки Одессы начался именно с Дерибасовской. Многие здания, построенные более 200 лет назад, сохранились до сегодняшних дней. Дом Феликса Дерибаса, он сохранился. Дерибасовская, 24, примыкает к городскому саду. Сохранился вообще в оригинале. Он построен где-то в 1797 году. Его старший фрополе, по-моему, с фондризантом строил. Они там еще поругались на почве, того, что кто-то как будто не додал денег, кто-то кому-то передал. То есть даже в пределах Дерибасовской мы видим одно полностью сохранившее, другое, которое входит в состав. Это вообще первый строительный этап застройки Одессы. Дерибасовская стала главной улицей города после середины 19 века. До этого времени центральная улица Одессы считалась Решильевская. Мы продолжим рассказ о центральной части Одессы в наших следующих выпусках. Сегодня в Одессе преображается еще одна улица, а точнее целый микрорайон города. Продолжается капитальный ремонт новосчепного ряда. На протяжении десятков лет проехать по этой улице могли в основном лишь трамваи. Теперь здесь обустраивают проезжую часть, тротуары проводят комплексную реконструкцию. Реконструкция новосчепного ряда – это часть масштабного транспортного инфраструктурного проекта. Речь идет о соединении трамвайным маршрутом Суворовского и Киевского районов. Вариантов осуществления этого проекта было много, в мэрии выбрали наиболее оптимальный. Мы приступили к реализации наиболее практичного, наиболее реализуемого проекта. Соединили все трамвайное с общением, соединили весь город. Для этого мы разбили на этапы. Вот один из этапов – это восстановление новосчепного ряда. В последние десятилетия здесь было сложно не только проехать на автомобиле, но даже пройти пешком. Теперь ситуация кардинально изменится. Впервые по новосчепному ряду, а я вам скажу это впервые, потому что я родился в Одессе и могу это говорить, такой пешеходной зоной, которая будет, как минимум в самых узких местах, она будет двухметровая пешеходная зона, которая может будет пройти от нашего ЖД вокзала до улицы Преображенской. Работы по реконструкции новосчепного ряда разделены на два этапа. Первый этап предусматривает закрытие части улиц на участке от Преображенской до водопроводной. Второй – перекрытие от Итальянского бульвара до выезда из автостанции Старосиная. Здесь выполняется капитальный ремонт новосчепного ряда. Данным проектом предусмотрена перекладка практически всех здесь магистральных сетей. Это и газ, и ливневая канализация, и водопровод. На улице полностью заменят дорожное покрытие, трамвайные пути, наружное освещение. На сегодняшний день, как вы видите, трамвайные пути выложены практически до улицы Екатерининска, монтируются. Сейчас происходит монтаж трамвайных путей, заезда, выезда в депо. Реконструкция новосчепного ряда – это часть масштабного городского проекта, подчеркнул Геннадий Труханов. Он входит и в не менее масштабные проекты наши по доведению в порядок городского пространства, общественного пространства. Это Преображенский парк, который уже сделан, это зоопарк. Мы реализуем проект. Идет системная работа. Мы начали со сквера, площадь Старосиной сквер, и дальше пошли вот таким образом в новосчепной ряд, привели в порядок часть улицы Преображенской. Нам остался кусочек доделать от новосчепного ряда до Пантелеймоновской. К новому летнему туристическому сезону работы по реконструкции улицы новосчепной ряд планируют завершить. В календаре международных праздников есть и день, когда мужчины готовят обед. В Украине традиции угощать близких именно в определенный день нет. Мужчины, которые любят и умеют готовить, делают это вне зависимости от календаря. А те, кто не умеют, пытаются приготовить что-то разве что 8 марта или попросту приглашают в ресторан. В то же время есть мужчины, для которых независимо от основной профессии, кулинария – это занятие для души. Один из них – наш корреспондент Андрей Павлюченко. Он делится своим опытом и предлагает мужчинам последовать его рекомендациям, как приготовить пиццу. В свое рабочее время Андрей задает вопросы респондентам, поднимает актуальные темы и пишет репортажи. А дома после работы с удовольствием проводят время за плитой. Одно из любимых блюд – пицца. Готовить ее очень просто, и мы с вами в этом сейчас убедимся. Андрей, расскажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы приготовить пиццу? На самом деле, для того, чтобы приготовить пиццу, подойдут любые ингредиенты, которые вам нравятся. Особенно мне до смысл готовить пиццу с курки, грибов, помидоров, сыра, масла и зелени. Перед тем, как приступить к приготовлению, все ингредиенты лучше сначала нарезать. Стоит отметить, что у нашего повара это получается мастерски. А секрет в том, чтобы правильно держать нож. Нужно взять нож, поставить до него пальцы, и вдовремя этих пальцев нарезать, чтобы не было. Что до простых парад, когда вы занимаетесь готовением страв, подготуйте все завчасно. То есть, раскладите все, что вы будете использовать, и просто поступово все задействуйте. Интерес к приготовлению пищи у Андрея проявлялся еще в детстве. Будучи мальчишкой, он любил помогать маме, а по утрам с семьей смотрел кулинарные шоу. Нам очень понравилось смотреться, иногда мы повторяли за ним его рецепты. И это было довольно интересно. То есть, с самого детства я любил готовить, но профессионально этим заниматься пока не начал. Следующий этап приготовления этого блюда – соус. Он может быть самый разнообразный в зависимости от вкусовых предпочтений. Особенно мне понравится, когда берешь просто майонез, вершки, смешиваешь их зеленью, селью, и выходит довольно смачная штука. В идеале, если вершки и майонеза идут в пропорции один до одного. Ну, соус готов. А теперь я попрошу свою коллегу натерти нам сир. А пока она будет это делать, я покажу вам, как я смажу мясо для пиццы. А на какую краще цирку? С какого боку надо натерать? Можно просто на большую, потому что оно все равно растет и не важно, на которую вы натерали. Для пиццы подходит абсолютно любой сыр, утверждает повар-любитель. Это может быть и сулугуни, и моцарелла, и голландский, а также сыры можно смешивать между собой. После того, как все ингредиенты нарезаны, мой коллега переходит к обжарке курицы. Но сначала по технологии добавляет специи и соевый соус. Мне нравится, когда кухня, она такая пряная, когда очень острый смак, приправ. Я не очень люблю пиццу кухню, и поэтому я очень много специи всегда даю. Курица отправляется на сковородку. Ее нужно прожарить, поскольку в духовке она может не пропечься как следует. Мне не всегда понравилось, когда я смотрю кулинарные шелчки, фильмы, как кухари мешают с травой, подкидываю ее. И, власно, начислятся, работаю сам. Как вывозь, сейчас по одному тут снимаю. Тесто для пиццы Андрей приготовил заранее. Для этого понадобилась мука, вода, сухие дрожжи и соль, а также подсолнечное масло. Теперь нужно поместить его на противень. В целом, очень хорошо, если на противень сначала поставить пергаментный папир. Но у меня его не нашлось. Идеальные условия при запекании пиццы – это 300 и более градусов. Бытовые же условия не позволяют использовать такую технологию. Поэтому важно просто учитывать мощность духовки. И у меня есть такая специфика в духовке, что нужно ставить как наимога нижче. Потому что с верху жар сильный, а снизу тропи гирше. И все. Десять минут 20 и она будет готова. Немного терпения и блюдо готово. Вот такое вкусное блюдо приготовил нам Андрей всего за 30 минут. Стоит добавить, что главный ингредиент в рецепте Андрея – это любовь к кулинарии. А она делает всякое блюдо во много раз вкуснее. Это вся информация Кет Мочиасу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих родных и будьте здоровы.